Здравствуйте! Сегодня в гостях у программы Час Пик Станислав Требышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова и популяризатор науки. Добрый день, Станислав! Здравствуйте! Не зря я вас представил как популяризатора научного мировоззрения. Вам по долгу службы приходится сталкиваться с антинаучными теориями и опровергать их. Скажите, с какими самыми нелепыми мифами вам приходилось сталкиваться? Ну, самый банальный, самый частый, он же самый нелепый, это что ученые давно доказали, что никакой эволюции нет, Дарвин был неправ, человек не произошел от обезьяны, ну и вдовесок еще более-менее идет, что там я самый, конечно, великий, крутой, развитый, сотворенный, а есть на самом деле какие-то еще недоделанные люди, которые недоразвитые. Я, само собой, высшая раса, они, само собой, низшие расы. Ну, оно идет прицепом ко всему вот этому мракобесию. То есть вот один или два мифа, как их рассматривать, это, наверное, самые ходовые, которые чуть не каждый день приходится слушать. Но есть много других, на самом деле, всяких разных. Но самое скучное, что все эти мифы, они не меняются удивительным образом. То есть они как в 19 веке были, еще там всякие классики, да, там и лично Дарвин, и какой-нибудь там Миклуха Маклай, и кто угодно в 19 веке все это дело разжевывали, объясняли, рассматривали, доказывали. И все аргументы уже были приведены, в общем-то, тогда, еще до начала 20-го. Но до сих пор находятся люди, которые заново это повторяют, и каждый раз, как заново, приходится им все это объяснять. Ну вот с точки зрения теории эволюции, насколько эта история с пропущенными звеньями, да, насколько все это объяснимо? Ну, где-то годов так, как минимум с 80-х, 20-го века, уже пропущенных звеньев, в общем-то, нет. То есть это, ну, проблема середины 19 века, ну, может, там, начало 20-го, когда, ну, наука еще не доросла, и данных было немного. А сейчас проблема прямо обратная. У нас сейчас столько данных, что в них можно просто утонуть, и у нас этих звеньев такое количество, что мы можем не только там недостающие звенья, да, или там промежуточные какие-то находить, ну, и, собственно, они найдены, а звенья между звеньями, то есть у нас есть вот какие-то виды ископаемые, там, каких-то эвстралопитеков, но есть промежуточные формы между видами, и промежуточные формы между этими промежуточными формами между видами. То есть у нас плавная постепенная последовательность есть от прям совсем-совсем обезьян до совсем-совсем человека, и плюс в ДСК еще огромное количество всяких тупиковых боковых ответвлений, таких двоюродных троюродных там и так далее и проблема у стандартного как бы обычного антрополога в этом не заблудиться то есть конечно всегда антрополога мало и всегда хочется еще еще один скелетик еще один скелетик регулярно находят буквально таки там меньше месяца назад классный череп нашли анамского австралопитека но до этого вид был известен там куча была челюстей зубов там всяких прочих костей там и от конечности да но тут нашли прям череп целиком лепота ну приятно но учет такого супер мега принципиального от не добавила но теперь можем в лицо посмотреть раньше только в нижнюю часть лица могли то есть человек произошел от обезьяны это стопроцентный человек не только что произошел от обезьяны но это как бы сам по себе факт но человек является в общем-то обезьяной то есть человек это один из вариантов обезьян какие есть есть шимпанзе есть гориллы есть там генгебоны рангутаны да есть человек и конечно человек специфический понятное дело не там много всякие хитрых своих особенностей но такой других много особенностей то есть такие фишечки которые есть у каких гиббонов нету не у каких других intrinsic и например да большой гиббон у него огромный горловой мешок ни в какие других человекообразных такого нет у себя манга есть но у нас нет горлового мешка есть мозги большие хотя в принципе стройание там что шимпанзе то же самое но у нас мне побольше марта чуть ни в два да и пол travailler никак шерсти у нас поменьше на Хотя, в принципе, плюс-минус то же самое. А здесь-то, кстати, и побольше. Ни у коей шимпанзе такой красоты нет. Ну, у нас ручки специфические достаточно. Хотя, по большому счету, руки шимпанзе, например, прогрессивнее, чем у человека. То есть, если мы будем сравнивать человека и шимпанзе с общим предком, проконсулом, который жил там 18 миллионов лет назад, то получится, что от проконсула до нас изменения, конечно, были. Но от проконсула до шимпанзе они были гораздо большие. И они эволюционировали дальше. Ну, стопа, нога, таз у нас, понятное дело, из-за прямохождения все-таки больше преобразилось. Но если посмотреть, человек, да, особенный, но есть куда более особенный. А если уж там привлечь каких-нибудь там мартышкообразных, да, лемуров, там такая экзотика бывает. Какие-нибудь там тонкотелые обезьяны с трехкамерным желудком, какие-нибудь там жирнохвостые лемуры, которые в спячку могут впадать и там дрыхнуть пару месяцев в году. Ну, такого нет ни у кого. Или какая-нибудь тупая, моя любимая, которая жрет алкоголь в шесть раз больше, чем человек, и ей ничего не делается, она даже не качается от этого. То есть сверхспособности всякие уникальные есть у кого угодно. Главное их искать и найти. Но у человека свои. Человек может это дело искать. Тупая может как бы пить алкоголь, но не может думать про человека. А человек не так эффективно может пить, лучше этого не делать, но зато может думать про тупаю и завидовать. А в какой момент вот разделились обезьяны и люди? Я понимаю, что, я вернее так понял, что мы все-таки один вид, но все-таки был момент, когда, вернее, он... Появление специфики, в общем, понятно. Когда? Наши предки, они вот существовали, ветвились, там всякие разные варианты давали, да, но последний общий предок нас, скажем, шимпанзе, Игорилл, жил примерно 8-9 миллионов лет назад. Это накалепитек, он найден, там есть кусок челюсти с зубами, ну такой не сильно прямо представительный, прямо скажем, там хорошо бы, опять же, скелет в полный рост. Но зубы это тоже хорошо, потому что в ископаемом виде в основном зубы находят, и поэтому по ним-то в основном и судят. И он у нас есть, вот накалепитек из Восточной Африки, вот 8-9 миллионов лет назад. Это последний общий предок, откуда вначале отделились гориллы через там всяких хорроропитеков каких-нибудь промежуточных, а потом разделили шимпанзе и человек. А 7 миллионов лет назад у нас есть сахилянтроп, который уже скорее к шимпанзе отношений не имеет, у него там специфика особая есть, а к нам, видимо, такие имеют. И то есть вот где-то между 8-ю, 9-ю и 7-ю окончательно шимпанзе выехали в одну сторону, они где-то там в лесу остались жить, да, а наши предки стали слезать с деревьев потихонечку, ну и ко времени 4 миллиона лет назад они уже-таки слезли. И побежали на двух ножках, но хотя по пути там еще отцеплялась масса-масса всяких боковых веток по-прежнему на самом деле. Других людей. Да, ну вначале еще австралопитеков, то есть еще как бы это не совсем люди, австралопитеки, это вот те, которые на землю более-менее уже слезли, но все-таки еще куча обезьянных черт у них есть, то есть они уже после отделения шимпанзе, но как бы людьми их назвать язык как-то не особо поворачивается. А примерно 2,5 миллиона лет назад, ну там плюс-минус, появляются люди, ну плюс-минус не потому, что мы не знаем, а потому что эволюционные изменения происходят вдруг, как вы сказали, метеорит упал, да и появился человек, нифига так не работает. На самом деле эволюционный процесс это медленный процесс, растягивающийся на тысячи лет или миллионы лет, ну там сотни тысяч лет. Ну и вот то же самое, австралопитеки стали людьми где-то между тремя и двумя миллионами лет, ну или там двумя с половинами скорее. Вот с этого момента уже хомо. Но опять же, эти первые хомо, или ранние хомо, как чаще называют, это еще как бы, ну формально это люди, но если бы вот сейчас тут его посадить, не факт, что вы бы его за человека приняли. То есть у него там рост полтора метра, да, руки довольно длинные, мозгов, в общем там грамм 800 от села, и как-то вот, ну орудия уже делают, но человеческого в нем небогато. А такой человек, чтобы прям вот вообще от нас не отличить, это где-то порядка 55 тысяч лет назад, ну там плюс-минус. Может там чуть пораньше, где-то так, но это уже намного позже, то есть где-то 2,5 миллиона лет, да, где 50 тысяч лет назад. А в промежутке было еще много всяких разных. Были там всякие хомо эргастеры, хомо ректусы, хомо гельдебергенсисы, всякие там неандертальцы, денисовцы хоббиты, которые вот боковые ветки. Ну и где-то в Африке все это время тянулась линия наших предков. Ну а вопрос, с какого момента считать уже сапиенца, это философский вопрос, потому что предки-то постепенные, плавные, не было такого момента, когда бы родители не сапиенсы, там кинтиоректусы, да, родили ребенка сапиенца. Вот прям бац, он там сразу стал отличаться. То есть каждый ребенок похож на родителей, но в масштабе тысяч лет изменения накапливаются, глядишь, уже вроде не такой. Вот, и поэтому одни антропологи наш вид начинают считать с 300 тысяч лет назад, а кто-то там еще и раньше даже, кто-то с 200, кто-то со 100. Ну вот мне нравится цифра 50 тысяч лет, ну, во-первых, она круглая, вот, а во-вторых, с этого момента уже никто не спорит, что это сапиенсы, то есть это уже 100%. А которые более ранние, ну, они какие-то такие вот не совсем сапиенсы. То есть вроде бы да, то есть это прямые предки 100%, да, но какие-то вот... А шимпанзе, которые были, вот, допустим, там 100 тысяч лет назад, они изменились по сравнению с современными? Или эволюция только на нас отражается? Нет, естественно, все поменялись. Я же говорю, кисть шимпанзе, она более эволюционно продвинутая, чем наша. И, допустим, размеры кулаков, если сравнить, опять же, наши кулаки, шимпанзиные кулаки и проконсуловые кулаки, да, которые там 18 миллионов лет назад были, то у шимпанзе они больше изменились, чем наши. У нас примитивные кулаки. То есть у проконсула они были довольно крупные, но к нам они чуть-чуть уменьшились, а к шимпанзе они очень сильно увеличились. И поэтому по модулю, если взять, то изменения у шимпанзе были больше, чем у нас. Но мы за 50 тысяч лет вид сапиенсов, он изменился, эволюционировал как-то? Ну, за 50 тысяч лет, это как раз то время, когда эти изменения уже почти незаметны. Почему, собственно, и мы начинаем отсчитывать сапиенса, что это то время, когда изменения, ну, они ясно есть, как бы, да, но они мизерные. У нас длина поколения 25 лет, и если там посчитать, сколько это поколений, ну, это вот тот момент, когда, ну, как-то вот не особо. То есть немножко череп уменьшился, толщина кости свода уменьшилась, да, опять же, там, челюсти чуть-чуть подсохли, но это все вот в масштабах, там, расовых, по сути, различий, да, то есть невидовых. А если брать больше, там, 100 тысяч лет назад, там уже видно, что вот все-таки отличия уже побольше. Вы заговорили о том, что несколько разных видов людей, да, сапиенсы, они были только одним из. Почему победили сапиенсы, всех остальных, и можно ли сказать, что они были обречены на эту победу? Ну, вообще совсем не обречены, потому что предки сапиенсов сидели в Африке до этого сотни тысяч лет. Ну, они еще не совсем были сапиенсы, да, но, в принципе, как бы это наши предки, и никого они не побеждали. Прекрасно, они там тусовались, да еще какие-то там, мы видим, альтернативные внутриафриканские были варианты. Сейчас вот их там периодически находят какие-нибудь там хомана леди, допустим, вот недавно найденные. Но в Евразии, в западной части, в Европе, то бишь, да, и в западной части Азии, жили неандертальцы, в восточной части жили денисовцы, где-то на югах там какие-то варианты хоббитов бесконечные, их там чем больше, еще тем больше находят, и они были вполне конкурентоспособны с сапиенсами. Они прекрасно были приспособлены к своим условиям, и сапиенсы, даже когда выходили из Африки на Ближний Восток, периодически загонялись обратно в Африку этим самим неандертальцами. Ну, например, на Ближнем Востоке, в том же там Израиле, да, ну, там всякая Иордания, Сирия и так далее, сто тысяч лет назад и чуть раньше обнаруживаются такие уже почти сапиенсы, ну, такие вполне как бы сапиентные персонажи, в Кавзехе, например, а 60-80 тысяч лет назад там уже такие образцовые неандертальцы, то есть до этого момента, значит, сапиенсы вышли, сто тысяч лет назад вот они там жили, ну, такие почти сапиенсы, а потом неандертальцы их обратно подвинули, и сапиенсы долгое время не были такими уж прям крутыми и какими-то там особо конкурентоспособными. Есть несколько предположений, почему в итоге они победили, но по факту теперь мы везде, да, ну, в частности, мне лично нравится версия, что сапиенсы победили чисто демографически, потому что мы просто быстрее плодились. У неандертальцев был повышенный процент мужских половых гормонов, и вообще они были гиперхищники, ну, потому что это арктический климат, да, Европа, это ледниковый же период, они жрали одно мясо, и суперхищников много быть не должно, ну, как бы по определению, потому что иначе они все съедят, как бы и вымрут. И повышенный процент мужских половых гормонов это в каком-то смысле регулировал, то есть они были очень брутальные, вот, но и женщины такие же тоже были, там, с широкими плечами, но это снижает правильные, как бы, роды, да, там, беременность хорошую, выкармливание молоком, там, все такое прочее, и рождаемость, в принципе, ниже, и выживаемость детишек тоже ниже из-за вот этого. Но когда пришли сапиенсы, у которых половых гормонов мужских было поменьше, они такие более женственные, как бы, да, были, условно говоря, ну, хотя, по своему знамя, очень брутальные на самом деле, но плодились без проблем, потому что они пришли из Африки, где они не были такие суперхищники прямо, потому что там ресурсов просто больше, им было еще выбирать. То есть мясо они тоже, конечно, лопали там, почем зря, но они ели все подряд, а неандертальцы были специализированы, и все, на одной территории, где есть, скажем, там, 20 неандертальцев, получается, 100 сапиенсов может прокормиться, потому что они просто шире используют ресурсы, и плодятся они быстрее. Ну, и глядишь, там, через 5 тысяч лет уже неандертальцев вообще нету, а сапиенсы есть, тем более они смешивались между собой, и сапиенсы просто числом задавили. То есть неандертальцы в каком-то смысле не вымерли, они растворились в сапиенсах. Ну, так же, как индейцы сейчас в США, да, они вроде как есть, а вроде как их нет. То есть если посмотреть, их там меньше процента населения. Ну, они потихонечку растворяются, если там браки будут более свободные, да, ну, сейчас там у них сегрегация довольно жесткая, ну, не было бы и растворились бы в момент. А неандертальцы жили с сапиенсами гораздо дольше, чем европейцы с индейцами на одной территории, да, то есть там 15 тысяч лет или там 5 тысяч лет, ну, там, смотря, с какого момента считать. А с индейцами контакт, ну, сколько там, Колумб, когда он там в 1492-м. Так что, ну, всего ничего прошло, короче говоря. Так что неандертальцы растворились. И у нас с вами есть примерно 2% примесей неандертальцев. У каждого из нас есть чуть-чуть от неандертальцев. Кстати, что нету, где, у кого нету неандертальской примеси, так это у негров в Африке. Вот, африканцы, живущие южнее Сахары, у них неандертальской примеси практически нет. Ну, только если там с арабами уже потом к ним принесли, да. Но неандертальцы туда просто не заходили. И поэтому это чистокровные сапиенсы. Вот они чистые сапиенсы, а мы... То есть неандертальцы, они не из Африки вышли? Предки неандертальцев намного раньше вышли, конечно, тоже из Африки, потому что все из Африки. Но это были еще хомо-эректусы, которые в Европе стали хомо-гидлебергенцами, а из хомо-гидлебергенцов в той же самой Европе получились неандертальцы. Поэтому исходно-то из Африки, но это было там сильно давно. И к тому моменту, как неандертальцы снова стали встречаться с сапиенсами, они уже были коренные европейцы. А потом европейцы, ну, в смысле, африканцы-сапиенсы понаехали в Европу и стали еще раз коренными европейцами, а потом еще раз, и вот сейчас там какой-то уже, не знаю, заход, да, африканцы в Европу, и европейцы кричат, мы тут коренные, а вы тут понаехали. Но это история про любую территорию, на самом деле, не только про Европу. Все время есть подвижки населения туда-сюда, и кто раньше прибежал, кричит, что я тут местный, как бы, а вы тут понаехали, идите отсюда. Но все-таки почему сейчас не осталось неандертальцев? Почему не осталось вообще других видов людей? Их просто всех переубивали? Ну, не убивали, я говорю, они скорее просто растворились, чисто демографические. Зачем их убивать? Их просто было мало. Ну, так же, как есть какие-нибудь там, не знаю... Есть же пигмеи какие-нибудь там в Африке, вот они же отличаются от... Пигмеи, они очень сильно изолированы экологически. Ну, во-первых, границы между пигмеями и не пигмеями тоже, в общем-то, нет. То есть там переход очень плавненький. И это с нашей, как бы, колокольни, да, сидя где-то там на севере, кажется, что есть какие-то чистые пигмеи и чистые не пигмеи. Это не так, на самом деле. Там есть плавный переход. И пигмеи это просто самые низкорослые и самые охотники-собиратели. А есть тоже низкорослые, но которые земледелием занимаются. А есть те, которые повыше, но тоже охотники. А есть те, которые повыше уже чисто земледельцы. И это все плавненько-плавненько одно в другое переходит. А хоббиты, о которых вы говорили? Хоббиты – это население островов Индонезии. Впервые открыли на Флоресе, а вот только что недавно, в 2019 году, нашли на Лусоне, на Филиппинах. И есть какие-то еще орудия на Суловесе. Там нет, правда, костей человеческих пока, но тоже кто-то точно жил. И нет сомнений, что и на других островах тот тоже тусовался, но просто пока не искали. Почему хоббиты? Хоббитами их назвали, потому что их нашли в 2004 году. А тогда очень модный был фильм «Властелин колец» и хоббиты. А сами эти товарищи, древние, реальные, они были метр высотой. Ну и хоббиты сразу, естественно, их тут же и назвали. То есть это карликовый вид человека, очень маленький. И самое главное, они не просто были низенькие, как современные пигмеи, допустим. Причем там же на Флоресе современные пигмеи тоже живут. Прямо рядышком, полтора километра от этой пещеры Лянг-Буа, где вот этих древних нашли, живут современные пигмеи. Но современные пигмеи – это просто обычные люди, только маленького роста. А там головой, интеллектом, все у них в порядке. А вот эти древние, которые жили, ну как сейчас понятно, там от 50 до 190 тысяч лет назад, а появились-то они там вообще миллион лет назад приплыли, ну приплыли еще высокорослые. Но у них уменьшился с миллиона до этого момента не только рост, но и мозги. И те, которые прибыли туда, пятикантропы, у них было килограмм мозгов на тот момент, миллион лет назад. А 190-50 тысяч лет назад у них уже мозги были 400 грамм. То есть у них больше, чем в два раза мозги усохли. Потому что это остров, это рай земной. Хищников практически нет, ну там комодские вараны, какие-то аисты, там марабун не летающие, ну это фигня. Ну вот, еда, ну более-менее какая-то есть, да, там черепахи, слоны карликовые. Ну правда как, если он полтора метра высотой, а человек метр высотой, то он вроде как уже и не очень карликовый. Ну вот, ну полтора метра слон. Ну на взрослых они, правда, не охотятся, на детенышей. Крысы метрового роста, ну там не строгая метра, ну где-то полметра там длиной они точно были. Они, кстати, до сих пор там живут. И как бы красота, ну и там уж молши, фрукты всякие. То есть вы не пользовались. Вот, и не надо, да, то есть конкуренции никакой, главное соседей нету, которые бы там на мозги капали. И все, мозги усыхают, они не особо нужны. Хотя орудия они продолжали делать, огня они не знали, хоронить они никого не хоронили. Ну ничего, нормально жили. А вот когда 50 тысяч лет назад прибежали сэпиенсы, откуда ни возьмись, то тут-то хобби-то и кончились. И, собственно, ну вот вы спросили это, да, куда делись все остальные? Вот туда они и делись. Сэпиенсы стали очень крутыми с какого-то момента, да, развили там кучу всяких технологий, их стало просто тупо много, и они вытеснили. То есть это универсальное экологическое правило, что если есть конкурирующие виды, и один в чем-то там превосходит, то он вытеснит другого довольно быстро. Ну это как европейская, американская норка, да, американская норка покрупнее, европейскую вытесняет. И таких примеров до тучи можно приводить. И человек это вот такой образцовый пример. Причем мы конкуренты не только ближайшим родственникам, всяким этим неандертальцам, денисовцам, да, а мы конкуренты вообще всем собакам, лошадям, коровам, ну то есть кого-то мы приручили и стали искусственно разводить, а где дикие коровы и дикие лошади, там все эти туры-торпаны, да, нету их, все больше. Ну вот, волков мы загнали куда-то там в сибирские леса, ну где-то они там по углам прячутся еще, да, ну очень мало. Вот, медведей там не найдешь теперь, ну, лучше и как бы не находить, в общем-то, а то он сам найдет. Но мы конкуренты даже бактериям, то есть мы там антибиотики изобрели, да, и начали их со страшной силой там уничтожать. Все это получилось благодаря тому, что у нас вырос мозг. Да. Почему он вырос именно у нас? Потому что было стечение эволюционных обстоятельств. То есть приматы как отряд, вообще начиная от своего появления 66 миллионов лет назад, сделали, ну, можно сказать, такую эволюционную ставку на мозги. То есть мы жили на деревьях с самого начала, ну вот еще тогда, да, в палеоцене, быстро прыгали, для этого уже надо было иметь хорошую координацию, быструю соображалку, как бы развитие мозгов, и жили в достаточно безопасности. То есть большие хищники на деревья не залезут, там хорошо. Можно детишек рожать немного, довольно крупных, да, но беспомощных, и долго их воспитывать. И ставка, как бы вот такая эволюционная, была сделана не на инстинкты и рефлексы, а на обучение. Ну а дальше больше. И стечение вот многих-многих обстоятельств, там, появление хищников, конкурентов, там, всяких летучих мышей, грызунов, кошек, вивер, там, куньих. Все привело к тому, что вот эти мозги у нас каждый раз только больше-больше-больше росли. Вот хотя тоже не так прям быстро, а когда уже это были наземные, да, вот двуногие существа, два с половиной миллиона лет назад, ну где-то от трех до двух с половиной, мы еще к тому же заняли экологическую нишу всеядных жителей Саванны, и в том числе как бы хищников и падальщиков. То есть стали есть еще к тому же и мясо. Ну вот, и для этого мозги вообще прям совсем пригодились, ну, чтобы добывать эту самую добычу, потому что она, как правило, как бы тоже хитра, в общем, в своем роде, не надо ее перехитрить, надо сорганизоваться каким-то образом, надо делать орудия труда, потому что предки-то были растительноядные, у них там никаких когтей, клыков, ничего нет, да, стали тут же делать чопперы, и мы их находим археологически. И мозги стали расти, а дальше уже еще включается конкуренция между группами. То есть, грубо говоря, если у нас есть группа каких-нибудь там этих хабилисов тупых и умных, то умные, ну, всего то, что они умные, они быстро начинают хорошо использовать ресурсы, здорово плодиться, не помирать, да, там, поддерживать друг друга, обороняться от хищников, там, и от этих тупых хабилисов, и становится много, и гены умных распространяются, а тупые сокращаются. Вот, и вот эта конкуренция между уже людьми, она стала таким автокатализатором, то есть интеллект стал сам себя подстегивать. То есть, в принципе, жить в саванне можно и без человеческих мозгов. Ну, генди, львы там, гепарды, да, прекрасно себя чувствуют с маленькими мозгами. Ну, они тоже прям не совсем тупые, но как бы и так нормально работают. А у нас вот такая цепная реакция началась, и понеслось. Вот, и дальше вот мы уже там стали такие шибкоумные. А с какого-то момента наш мозг стал настолько большой и сложный, что стал выдавать всякие странные глюки. необычные, которые для выживания вроде напрямую не нужны, но косвенно все равно дают преимущество. И появляется искусство, всяческая там религия, философия, наука, всякие там каналы RTVI, да, с научно-популярными всякими развлекалками. То есть вроде как можно и без этого жить, но с этим как-то вот веселее. И популяция, опять же, у которой все это есть, вот ей бодрее живется как-то лучше, и она распространяется, занимает опять же там территории, лучше расходуют ресурсы, лучше плодиться, там развивают медицину, там все такое проще, да, и преобладает. Но вопрос, насколько это далеко может зайти. Потому что вообще-то в последнее время такой отбор, видимо, по сути прекратился. И сейчас вот далеко не факт, что умные люди плодятся лучше, чем тупые. Так что не исключено, что сейчас пошел в обратную сторону процесс. По крайней мере за последние 25 тысяч лет мозги сокращаются. Ну просто по статистике, если цифрики посмотреть, какие были размеры мозгов у кроманьонцев, скажем там 25 тысяч лет назад, да и какие сейчас. Ну и в промежутке там тоже у нас куча же черепов есть. Ну вот можно посчитать, у нас сейчас сокращение размера мозга идет быстрейшими темпами, нежели наращение за предыдущие 2 миллиона лет. То есть мы 2 миллиона лет со страшной скоростью мозги наращивали, а теперь мы гораздо быстрее теряем. Тупеем? Человечество тупеет? Ну тут есть разные точки зрения. Я лично считаю, что мы действительно тупеем. Но есть оптимистичная версия, некоторым она понравится, что у нас мозг начинает лучше работать. Ну как с компьютерами, да, раньше были там трехэтажные здания, и он там мог 2 плюс 2 сложить, а теперь у нас карман помещается и там считает на порядке все круче, и гораздо мощнее там память у него все на свете и скорость. То есть вроде как завезли новый процессор, вот, и как бы в меньшем объеме стало лучше работать. Но это оптимистичная версия, никаких подтверждений фактических у нас нет. Мы заговорили о глюках, так называемых, в том числе о появлении религии. Многие религиозные деятели опровергают ту же самую теорию эволюции, потому что у животных нет разума. Они ее не опровергают, они ее отвергают. Отвергают еще, да, точнее. Потому что у животных нет разума, а у человека он есть. Вот есть ли какое-то научное объяснение, почему именно у людей появился разум? Это только от размера мозга зависит? Есть разные специализации, разные способы приспособления к жизни в окружающем мире. И разные животные реализуют разные стратегии. То есть, допустим, какие-нибудь растения, они малоподвижные, практически вечные, растут долго, упорно, ничего на них воздействовать особо не может, им хорошо и так, вообще без нервной системы. Можно, допустим, если это тушканчик, отрастить длинные ножки и быстро бегать. Там мозги особо не актуальны, просто можно быстро чесать по пустыне, и никто тебя не догонит, и это дает выживание. Можно, как жираф, отрастить шею несколько метров длиной и жрать листочки самых верных веточек, до которых никто тупо не дотянется. И тоже можно мозги там не особо какие иметь. Можно иметь хобот, как у слона, можно плавать в океане, как там какие-нибудь рыбы или киты, или кто-то еще такой морской. А можно иметь большие мозги, это тоже один из вариантов приспособления. То есть, то, что у нас есть мозги, это просто наша хитрая специализация, такая вот фишечка, одна из возможных. Но это не делает нас какими-то особняком, стоящими среди всего живого мира. Потому что, на самом деле, большие мозги не только у человека. Дельфины. Вот, те же самые дельфины, да, у китов там больше, чем у человека, у слона там, е-мое, бывает там до 9 кило. Ну, там обычно меньше все-таки, но там 4-5-6 килограмм у них легко. Собаки не такие уж прям запредельно тупые, да. Ну, волки еще умнее, на самом деле. Ну, и собаки, в принципе, и обезьяны, я уж молчу, там всякие шимпанзе и так далее. То есть, конечно, между нами и ближайшими интеллектуальными шимпанзами, скажем, есть разрыв довольно основательный. Но это сейчас он есть. А если мы посмотрим миллион лет назад пятикантропов, разрыв там будет не такой уж прям запредельный. А если возьмем 3 миллиона лет назад австралопитеков или 4 еще лучше, они вообще практически как шимпанзе будут по интеллекту. У нас же есть палеонтология, у нас есть археология, у нас есть антропология. И мы вот это становление разума, его изменение, прекрасно видим. Так что оно плавное, постепенное. Это просто запредельное развитие одного из органов. Ну, у нас в данном случае мозга. Давайте перейдем к глюкам, как вы назвали. У мозга появление религии. Чем оно обусловлено и вообще имеет ли оно под собой какое-то научное обоснование? Должна ли была появиться религия у человека? Ну, насчет того, что должна, как бы в биологии вообще ничего не должно. Оно появляется как бы как приспособление к среде. Но это закономерное явление, да. Потому что обычная группа древних людей каких-то, да, таких условных, первобытных, это семейная группа. И они друг другу хотят только хорошего. Ну, по принципу возлюби ближнего своего, естественно, потому что если кто-то будет вести себя не так, они просто себя умрут. И выживают только те, которые к своим хорошо относятся, да, ну, к чужим там без разницы уже. Ну, скорее всего, отрицательно. Но главное, к своим хорошо. И поэтому, когда кто-то кому-то, ну, старшему, младшему рассказывает что-то, он хочет только добра и только хорошего. И отрабатывается система эволюционная доверие к сказанному. Соответственно, любой младший должен вникать, что ему там говорит дядя с бородой. Вот, чем больше борода, тем эффектнее. Это проверялось на современных людях. То есть, если взять, допустим, маленьких детей там, да, вообще там из детского сада, и им кто-то будет объяснять без бороды и с бородой, то если с бородой объясняет, это воспринимается на Урал лучше. Это эффект Санта-Клауса. Ну, видимо, такое название есть, да, хотя я не слышал, но это работает 100%. Вот, ну, не то, что у меня специально для этого такая борода, но... Но я вам верю. Оно, это проверено просто психологами. И как, то есть, если это уже опытный человек, а это, естественно, отбор, опять же, да, влиял. То есть, если это опытный человек, ну, как бы он старший, у него много за плечами всего, он знает, как добывать еду, как зажигать огонь, там, как спасаться от хищников, там, как общаться с соседями, и он плохого не посоветует. Ну, вот, соответственно, проверять его информацию, в общем-то, особо не надо, потому что это сживато. Если начать во всем сомневаться, и там в кустах что-то зашевелилось, он говорит, валим отсюда, да, а надо срочно валить, потому что вдруг там медведь сидит, опять же, или там тигр с облезубой. Вот, а если начать проверять, полезть в кустах, а вдруг там что-то интересное, да, а там таки медведь. Вот, и на этом вот эти вот скептики кончались, собственно. А те, кто верил бородатым дядям, они, собственно, выживали. Вот, но у бородатых дядей тоже бывают загоны, на самом деле, и глюки всякие. Поэтому, если бородатый дядя, например, в какой-то момент сидел, ковырялся в носу, и в кустах зашевелился медведь, у него возникает связь в голове. Я ковырялся в носу, там медведь. Значит, не надо ковыряться в носу. Будешь ковыряться в носу, появится медведь. Вот, и он на голубом глазу вот этому детенку своему так и объясняет. Не ковыряйся в носу, а то медведь придет. И ребенок слушает развести в ушки свои лопаухи, да, и вникает. Вот, это вот первый шаг на пути возникновения религии. И это проверялось на животных, то же самое работает. Присловутые опыты скиннера с голубями. Когда сажаются голуби в ящике, вот, им с некоторым интервалом, жестко заданным, вообще независимо от ничего, выдается зернышки, там какая-то крышечка открывается, еда появляется. Вот, но если голубь в тот момент, когда открывается крышечка, что-то такое делал, там, не знаю, чистил перышки, да, вот, и тут появляется еда, у многих голубей возникает взаимосвязь. Чтобы появилась еда, надо чистить перышки. Он чистит перышки, чудесным образом крышечка открывается, еда появляется. Но она открывается и так каждый, там, сколько-то секунд, ну, там, 15, скажем, да. Вот, но он начинает упорно каждый раз чистить перышки, и каждый раз это работает. а другой в это время тянет шейку направо допустим да они налево это же появляются зернышки это религия голубей вот и такие эксперименты делались не только понят с голубями там с кем угодно можно сделать ну вот и этот глюк да вот этот мем можно сказать но если по докинзу он закрепляется вот ну у людей это еще как бы объясняется да на это навешиваются какие-то мифы там рассказы объяснение какой-то там придумывается на ходу и собственно все готовая религия одно дело голубь который там чистит перышки ради еды совсем другое дело такие масштабные на религии как христианство там ислам да основа то та же самая какая разница а дальше уже начинается просто бизнес ну ислам христианство и все прочие религии это уже просто организация где есть особо обученные бородатые дяди которые сидят и собирают денежки вот там крещение столько-столько-столько то да это просто уже бизнес и там все по законам как бы есть реклама есть насильственное как бы до принуждения когда там все я неверное там а эти там какие-то еще не правильные и всех там перекрестить или там обрезать или там еще чё-то с ними сделать да и обратить свою веру само собой ну вот и более того религия срабатывает на объединение то есть какая бы бредовая она не было и более того чем более бредовая тем лучше на самом деле и чем жёстче ограничение тем лучше она сплачивает общество ну вот и преданные какой-то одной идея какая бы она там не было да они хорошо себя чувствуют вместе они чувство локтика возникает, они дают отпор всем соседям, они захватывают новую территорию, у них в глазах горит, у них там идея в голове, они распространяются, свои гены распространяют, и вот эти мемы свои тоже распространяют. В генах, конечно, религия не прописана, но это такой как бы вирус мозга, как Докинс назвал, он распространяется со страшной силой, и вне этой системы жить становится невыгодно. То есть, если, допустим, все вокруг православные, а он один там мусульманин, но все его будут тыркать и говорить, ты какой-то вообще неправильный, или крестись, или мы тебя там пришибем. Если все вокруг мусульмане, а он там, не знаю, евреи внутри них, то тоже ему там не очень здорово будет житься. Ну и так с любой религией как бы. Так что это объединяет народ, и на уровне государства это становится классной такой сплачивающей системой, потому что когда уже численность населения становится очень большой, и все лично друг друга не знают, это уже не племя, там 15 человек, как в начале было, а это там тысячи, чуть ли не миллионы людей, должен быть какой-то сверх-иерарх. Ну, собственно, что бы ему не быть религиозным, он там красивые вещи говорит, он говорит, мы все вместе, мы там братья, и все такое, можно как бы хорошо жить. Но проблема в том, что в некоторый момент вот эти все религиозные граждане они начинают загонять, они как бы их зашкаливает, и они это делают не для того, чтобы сплотить людей, да, из каких-то хороших побуждений, а просто чтобы денежки заработать, потому что, ну, любая система, она превращается в коммерческую рано или поздно. Ну, вот, и когда они уже начинают запрещать все, кроме своих каких-то там идей, ну, вот, тут же начинается инквизиция, сжигание, топление в Волхове, там, да, когда начинают рассказывать, что у православных инквизиции не было, ну, как же, и все в таком роде. Ну, вот, там, какие крестовые походы, мусульманские завоевания, там, ну, и там все, что попало. Вот, и на этом месте наука, да, какая-никакая начинает страдать, потому что, ну, если сказано, что в центре земля, а вокруг солнце летает, значит, так и есть. А если ты неправильно, иди-ка ты на костер там, пожарься. Ну, вот, ну, и на этом этапе развития религии, науки, все-таки в какой-то момент возникает общество, где наука преобладает, а она дает лучшую выживаемость, медицину, да, там, лучшее, опять же, расходование ресурсов, навигацию, чтобы там пограбить каких-нибудь там далеких соседей, диковатых. И там, где наука все-таки побеждает, хотя бы немножечко, религия уступает свое место, наука расцветает, и это становится такое более-менее условно-атестическое общество. Ну, совсем атеистических, там, небогатых в истории планеты, прямо скажем, ну, кроме, не знаю, Советского Союза, разве что, да, ну, и там всяких сателлитов, но и то, в итоге, все обломалось, но в принципе, это закономерный итог развития. Ну, сейчас у нас обратный процесс пошел, к лирикализации. Ну, то есть, наука и религия абсолютно несовместимы. Как же, например... Нет, совместимы в голове отдельно взятого человека, без проблем. Ну, Эйнштейн, насколько мне известно, не верил в Бога. У него там были какие-то очень-таки философские высказывания, которые религиозные люди все время притягивают, что он был, но он не был религиозный, и там есть цитаты, прямые его речи, да, где он говорит, я не религиозный человек, я не верю в Бога. А то, что я там говорю про там выширалку и так далее, это все аллегорические такие там вещи, ну, как бы... Но даже если бы если бы да кабы, он бы верил, и что? Как бы, ну, один человек чего угодно может верить. Я знаю археологов, которые изучают каменный век, и при этом религиозные, и считают, что в земле 7 тысяч лет. При этом копает стоянку, которая 20 тысяч лет, но когда он идет в церковь, то земле 7 тысяч лет. Я не знаю, как это работает в голове этого человека. Отсюда и возникает научный креационизм. Ну, не совсем отсюда возникает, хотя, в общем, в какой-то степени да, потому что научный креационизм, это же Тиарр Де Шарден, прежде всего, который еще там с 30 какого-то там года, 35-го, по-моему, 50-го, какой-то писал о феномене человека. Но у него как раз вот в голове такое раздвоение было, потому что, с одной стороны, он был священник, 20-й век, да. Он был священник, с одной стороны, ну, католический, а с другой стороны, он докторскую защитил по каким-то там оценовым млекопитающим Франция и копал жёлкую идею с синантропами, которые вот прям, ну, синантропы, это вот пятикантропы такие продвинутые в Китае. Это сколько примерно тысяч? Это полмиллиона лет примерно. Ну, вот. И, ну, они как бы в тот момент считались прям всем прямыми предками. Ну, сейчас скорее считается, что это предки денисовцев, нежели сайпенцев. Ну, если китайцев спросить, они точно скажут, что это предки китайцев. Ну, то есть это древние люди по-любому, да. И на тот момент еще древних находок-то было вообще не так много. Они считались прям вот строго промежуточными между обезьяной и человеком. Ну, в принципе, в какой-то степени так оно и есть, в общем. Так что у Тиарда Шардена в голове было вот это вот раздвоение. Одно полушарие так, другое сяк, да, и как-то вот фигня. Но он это склеил вместе, и в его представлении вырисовалась такая концепция, что, ну, то, что Бог есть, он не сомневался, само собой, ясное дело, есть Бог, который там наколдовал и создал живую материю, и задал законы развития. То есть, как бы запустил эволюцию, задал законы эволюции, некие мистические, в 30-е годы было вообще модно всякие глобальные законы выводить. Там, ну, и чуть раньше, да, там, марсизм-ленинизм, там, законы истории, какой-нибудь там Гумилев там пассионарная энергия, у Вернадского там тоже там энергия там какая-то, да? Ноосфера. Ноосфера. Ну, а она слово ноосфера, и Тиарда Шардена тоже использовала, а они с Вернадским совершенно синхронны. Только у Тиарда Шардена это божественная воля, а у Вернадского это законы природы. Но, как бы, слова меняем, как бы, и получаем ровно то же самое. Ну, это же время, когда энергия, вообще там не прогресс, да, там, радиоактивность открыли, там, первые ядерные станции пытались сделать. И Тиарда Шардена это вот с религиозной точки зрения слепил. И понеслось, как бы, ну, его вначале, кстати говоря, пинали все другие религиозные товарищи, католические, как-то говорили, что ты там загоняешь, в Библии это не так вообще написано. Но доходы-то падали, тем не менее, и у католиков тоже. Вот. И к 50-му, 50-му году, Пи-12-й, который во время войны обнимался с нацистами и с фашистами. Ну, Италия же, Ватикан, Рим. Вот. Ну, и поскольку папа римский, как бы, за это ничего особо не было. Вот. А после войны он эту идею подхватил. Вот. И написал Буму, хумани генерис. Ну, если почитать, я не очень советую, честно говоря, это такой антикоммунистический памфлет. Ну, они же войну-то продули, и было обидно. Но против американцев, англичан, французов он ничего сказать не мог. Вот. А холодная война-то начинается, и Советский Союз попинать это благое дело. Ну, вот. И он написал такую антикоммунистическую такую телегу, но между делом вплел туда, вот, по сути, ту же самую идею Тер-де-Шардена. Ну, то же самое, что Бог сотворил, запустил закон, а дальше эволюция, значит, шла. А когда эволюция дошла до чего-то такого человека подобного, то Бог еще раз колдунул и вдохнул туда душу. Ну, а поскольку определения у души нет, если кто-то хочет подискутировать с религиозными гражданами, спросите, что такое душа. Удивитесь, как бы, сколько вам бреда на эту тему скажут. Определений нет, на самом деле. Ну, а раз определений нет, можно чего угодно говорить. Это же очень удобно всегда. Вот. И Бог вдохнул душу. Это, как бы, еще один акт творения, по сути, ну, опять же, божественно, что приятно. И получился уже совсем человек. Вот. И это официальная точка зрения католической церкви. В православии такого нет. В православии мнение патриарха, оно авторитетное, но силу закона и, там, к Библии, ну, не имеет, да, и к Библии не приравнивается. Поэтому, если побеседовать, там, с двумя-тремя православными священниками, вам что только не расскажут. Кто-то будет говорить про, там, шесть дней творения на седьмой отдыхал. Ну, причем в Библии, там, в двух местах тоже по-разному, на самом деле, сказано. Кто-то будет рассказывать про, там, что семь дней, на самом деле, это семь миллиардов лет. Кто-то будет говорить, что это семь тысяч лет. Кто-то будет говорить, что это, там, семь, там, семьсот миллионов, там, ну, у кого там сколько захочется. Ну, это такой протестантский, как бы, немножко, вариант, да. кто-то вообще какой-то от себя этим начнет нести. То есть в православии кто во что гораст. Ну, а если еще бабушку в церкви спросить, там, таких чудесно слушайтесь. В этом смысле священники как раз обычно более адекватные. Можно ли объяснить с точки зрения науки появление чувств? Любовь, я не знаю, там, ненависть. Это все исключительно химия? Да, ну, это у животных есть все то же самое, какая разница. Тут человек вообще ни разу не эксклюзивен. Ну, на мой взгляд, лучшие эксперименты на эту тему про чувство справедливости у капуцинов. Всем советую посмотреть ролик в интернете, он такой очень распространенный. Где, ну, это настоящий научный эксперимент. В двух клетках стеклянных, там, ну, пластиковых, да, прозрачных, сидят капуцинчики. Это абизенчики такие маленькие, южноамериканские. И они выполняют какое-то там несложное действие, какую-то там кнопку нажимают, что-то такое. И одному дают виноградину. Ну, вот он радостно ест. Значит, ко второму обращаются, он тоже делает то же самое действие, а ему дают огурец. И он, значит, берет этот огурец, видит, что нифига, тому-то виноградину дали. И он этот огурец вот так фигачит, выкидывает, начинает материться, трясти решетку и орать. Вы что творите вообще? Почему ему, ну, и там пальцем прям показывает, ему виноград, а мне какой-то дурацкий огурец. Ну, мол, что вы делаете вообще? И это настолько явно видно, что он возмущен просто до глубины души вот этой несправедливостью, что тут подтверждение еще и не надо. Ну, а там еще и научно все это как бы делается, на самом деле. То есть, видюшка-то видюшка, да, а там фиксируется много чего при этом. Ну, а так что такие вещи есть у капуцинов, а капуцины это широконосые обезьяны, это, строго говоря, как бы дальше, чем мартышки от нас. Ну, вот, и у них уже это есть. Ну, и всякие там и любовь, привязанность, ну, уже к детям привязанность. Вообще там у любой крысы есть, да. То есть... Но ведь есть же животные, которые не привязываются к детям. Есть такие, которые быстро это забывают. То есть, те же там кошки или козы, да, если мать с детенышем разлучить, там, не знаю, на полтора часа или там на два дня, то она тупо забывает, что это ее детеныш, как бы. Ну, она туповата, как бы, да, потому что она коза или кошка. Вот, ну, видели фотографию кошек. Вот, так что она просто забывает, у нее оперативки не хватает, как бы, в голове. Но если она ее не покидает, ну, в нормальных условиях, как бы, они не вымирают, они же нормально плодятся, вот, она будет их вылизывать, кормить, там, заботиться, там, в обнимочку спать с ними. То есть, все у них будет хорошо. А появление любви между однополыми парами и в животном мире, и в человеческом, это объяснимо с точки зрения науки? Или это какой-то тоже глюк? Ну, тоже глюк, естественно. Ну, как, что мы вообще определяем под словом глюк? То, что, ну, как минимум, не полезно. Вот, а может быть, даже вредно. Но оно может быть настолько, как бы, нейтрально или слабо вредно, что жить, в принципе, не мешает в данных конкретных условиях. Но с точки зрения такой чистой биологии, полезно это то, что увеличивает вероятность передачи своих генов в следующее поколение. То есть, если я дал много генокопий своих в следующее поколение, я молодец, значит, мои признаки, которые этому способствуют, полезные. Если какой-то мой параметр препятствует передаче генокопий в следующее поколение, значит, он вредный. Ну, вот, соответственно, если Пауэра однополая, на большую вероятность она не передаст свои гены в следующее поколение, ну, каким бы образом она это сделала. Ну, вот, или они должны быть неверны друг другу, тогда они такие уж они прямо однополые. Вот, а если они строго однополые, значит, они не передадут свои гены в следующее поколение, значит, это признак вредный. Вот, чистая математика. Вот, так что с такой чисто биологической точки зрения однополые отношения – это вредный признак, потому что они не передаются в следующее поколение. Другое дело, что у нас сейчас такое хитрое общество, хитро сделанное, да, что на выживаемости это, в общем-то, не особо сказывается. Ну, вот, хотя однополые всякие персонажи, они же периодически кричат, что нас притесняют, нас там угнетают, нас там, нам жить мешают, если их свойство мешает им жить, да, это как бы не общество, инновато. Общество – это просто некая среда внешняя. И если вот в данных конкретных условиях среды этот признак им мешает жить, о чем они сами громко кричат, ну, значит, это патология. Может быть, это наоборот, этот признак был эволюцией создан для того, чтобы не было, например, перенаселения людей, чтобы ограничить как-то… Эволюция ничего специально не создает. Эволюция – это не тетка, которая наколдовала и решила, вот это хорошо, это плохо, это мы оставим, этих мы убьем. Эволюция – это просто статистика выживания, на самом деле. Это просто статистика, каких генов стало больше, каких стало меньше. И да, как бы в каком-то смысле это побочный эффект нашего перенаселения. То есть начинается в условиях перенаселения, мы воздействуем друг на друга психологически, феромонами, там, бог знает как, запахами еще, да. У нас стресс постоянный, потому что, ну вот я сейчас сюда ехал, тонкался там в электричке, в метро, да, потом по улице шел куча народу. На психику это да, потому что мы приспособлены жить с семьей, строго говоря. Там 5, 10, 15, ну там 30 человек максимум, да, больше 50, мы просто все ресурсы сожрем, и нам как бы есть будет нечего. Поэтому у нас в голове идеальная группа, ну там человек 30, допустим, вот, а я вокруг себя вижу миллион. Естественно, у меня стресс, и у всех стресс, да, кто в городе живет, по крайней мере. И начинаются сбои всяческие, гормональные в том числе, и психологические в том числе, и в каком-то смысле, да, это система регуляции. То есть кто-то перестает плодиться, с крысами такие же эксперименты были, когда много-много крыс заселяем, им еды хватает, все вроде у них есть. Но они перестают плодиться, или там детеныш уничтожают. И в каком-то смысле это регулирующий процесс, они могут или вымереть, или их станет резко меньше. Ну, с людьми то же самое. То есть это же не обязательно, они должны быть однополые, да, а они же могут быть, допустим, монахами. Ну, тоже в каком-то смысле однополое сообщество. То есть вот они заселились в монастырь и не плодятся. Ну, хотя практика показывает, что очень даже, на самом деле. Но, как бы, не внутри монастыря, а по окрестностям, как Пржевальский, например, говорил про монахов буддийских, что вообще, ну, он не политкорректный был вообще ни разу, как бы, что ужас-ужас, как бы, они только занимаются, что распространяют сифилис по всем окрестностям, не плодятся как бешеные, как бы, да, и ничего полезного не делают. А феминизм можно объяснить с точки зрения научной, с антропологической, например, в точке зрения? И вообще является ли это угрозой для будущего человечества? Да как-то не особо, потому что большинство женщин феминизму-то как-то такому остро-радикальному не подвержены. Ну, просто что понимать под словом феминизм, опять же. Можно понимать какие-то вот крайние формы, когда там сумасшедшие тетки бегают и кричат, что я права по определению, потому что я женщина, у меня там два икса, да, в каждой клетке, их с хромосомы, и мне все должны, вот, но это уже, как бы, немножко ку-ку. А бывают женщины, которые борются за свои права, потому что их притесняют, потому что, вот, если она выполняет эту работу, да, а ей платят меньше, чем мужику, только потому что она женщина, ну, ей обидно, и она борется за свои права, и, как бы, она права, как бы, да, и адекватные мужики будут, в общем-то, поддерживать. Ну, а не очень, как бы, скажут, ну, вот, зато я больше получу. Ну, вот, так что это, как бы, разные феминизмы, и смотря вот о чем речь. Ну, а крайней форме, конечно. Ну, вот этот неадекватный, который феминизм, ну, естественно, и все женщины против, потому что в итоге это же против других женщин работает, на самом деле. Потому что многие мужчины, получив вот такой вот сумасшедшей, да, феминистки, ну, вот, потом могут не очень здорово, как бы, не очень адекватно относиться ко всем женщинам. Ну, мы же склонны обобщать вообще в любых ситуациях. У нас один раз с нами какая-то ерунда случилась, и мы теперь все, все женщины плохие, да. А, соответственно, женщина что-нибудь там получила нехорошее от мужчины, и говорит, все мужики, там, козлы, само собой. Ну, вот, и начинается, как бы, бодание, там, кто правее. Ну, это же бред, как бы, потому что, ну, мы так биологически устроены, что у нас есть мужчины, есть женщины, и, как бы, и без тех, без других общество существовать не будет никак. Ну, эти роли, вот, половые, да, там, социальные, там, хозяйственные, какие угодно, они сформировались сами собой еще на уровне австралопитеков, на самом деле. То есть, это не новость вообще ни разу, ну, а уж, там, с появлением производящего хозяйства, так и подавно. Ну, просто у женщины банально, там, таз шире, да, чтобы рожать нормальных детей с большой головой, умной. И поэтому женщина быстро бегать, ну, как бы, не сможет, чисто физически, потому что у нее центр тяжести, как бы, ну, как бы, при ходьбе смещается с большей амплитудой, и так быстро бегать, как мужик, она не сможет. Ну, и не надо ей быстро бегать, как бы, пусть мужик бегает за сайгаками, допустим, по степи. Ну, вот, а женщина рожает детей, это ее, как бы, свойство, и она, там, более усидчивая, допустим, да, она может, там, какую-то боль, мелкие вещи, там, делать. Ну, а это, там, через половые гормоны, опять же, мужские и женские, и, там, темперамент немножко отличается, да, мужчины, там, более агрессивные, более настойчивые. То есть, если надо, там, пойти на войну и отмахаться от соседей, то, наверное, лучше, чтобы это мужики делали. Вот, ну, даже если они, там, кончатся, там, парочка останется, в принципе, главное, чтобы женщины сохранились. И они нарожают еще детей, а, как бы, какие-то вещи мужикам, может быть, не обязательно делать, да, там, то есть, всегда есть какие-то роли, и, опять же, я говорю, пересечение этих ролей, это довольно большое, но есть такие вещи, которые могут делать только женщины, есть такие, которые лучше бы делали только мужчины. Ну, женщины тоже могут, в принципе, ну, им же от этого будет хуже, зачем? Если феминизм нельзя назвать угрозой человечеству, то что можно назвать угрозой человечеству? Что, по-вашему, угрожает, действительно, нашему человечеству и вообще угрожает ли что-то? Тупость и жадность. В общем, все очень просто. У нас очень много очень тупых, очень жадных людей. Ну, к счастью, не большинство. Было бы большинство, мы бы давно выберли. Но они есть, по факту. И вот, когда человек начинает с упертостью барана толкать какую-то свою, там, идею, да, неважно, там, в какую сторону эта идея, будь то, там, не знаю, остро-радикальный феминизм, там, какая-нибудь, там, мега-супер-пупер-религия, которая, там, всем вредит вокруг, или, там, еще что-то, а, может быть, наверное, и в научной стороне такое, там, то есть у него, там, возникает идея фикс, да, и все должны только так, и все другие неправы, и давайте мы всех расстреляем, допустим. Ну, вот, ну, тогда получается беда. И жадность, она обычно довеском идет, ну, не обязательно на 100%, но всегда бывает. Ну, вот, ну, и если в обществе вот эти тенденции жадности и глупости какой-то предел преодолевают, как бы, начинают преобладать, общество становится неконкурентоспособным, а соседи не дремлют. Если соседи чуть более адекватные, все, они побеждают. Ну, вот, ну, пока у нас на этом все, как бы, и держится, что конкуренция между сообществами, она все-таки в среднем уровень вытягивает. То есть, если сравнить с какими-то, там, древними временами, все-таки вот эти отрицательные стороны человеческого, как бы, сознания, да, они потихонечку сбавляются. Ну, например, у современного человека, такого цивилизованного, вероятность погибнуть от насильственных действий, там, на войне, от убийства, там, еще что-нибудь такое, она все-таки сильно меньше, чем у какого-нибудь, там, пятикантропа, да, или, там, у какого-нибудь охотника-собирателя, который, там, конечно, тоже не каждый день воюет, да, но у попуасов, например, это неолитическое общество, по сути, на Новой Гвинеи, практически все мужчины погибают от рук других попуасов. Ну, то есть, если человек мужчина, то практически 100%, что его убьют рано или поздно. Вот. То есть, скорее всего, его убьют, там, лет в 30-40, да, а может, там, и позже, но, скорее всего, таки его убьют, там, с вероятностью, там, 90 с чем-то процентов. Ну, мы все-таки живем лучше, по факту. И даже с учетом, там, какой-нибудь, не знаю, Второй мировой войны, да, когда, там, бомбили со страшной силой, там, города уничтожали и все такое, а закончил, вообще, там, ядерными бомбардировками, вот. Но, тем не менее, смертность, как бы, населения, ну, в процентах, да, к общему, меньше, чем у сарматов, например. А сарматы, которые с шашками скакали, там, на конях, по степям, они друг друга убивали гораздо активнее и бодрее, чем в Великую Отечественную на танках, там, стреляли друг по другу. Ну, так что, даже со всеми нашими вот этими ужасами современными мы живем, фактически, в раю. Ну, что ж, в конце нашего жизнеутверждающего интервью расскажите, пожалуйста, о ваших планах на будущее. Я знаю, что сейчас будет столетие, да, кафедры биологической в МГУ. Какие-то будут события, мероприятия, еще что-то. Ну, фактически, столетие, в общем-то, состоялось, потому что оно, как бы, такое двойное столетие кафедры антропологии МГУ. Указ о создании кафедры был написан весной. А, начала она работать с 1 сентября. Так что, вот, 1 сентября уже все, 100 лет свершилось. Это, конечно, не 100 лет науки, но 100 лет официально кафедры антропологии. Это одна из старейших кафедр, между прочим, в МГУ вообще. Ну, то есть, какие-то, наверное, есть более старые, но, тем не менее. Естественно, у нас на кафедре будут торжественные, там, всякие события. Вот, буквально, там, через 2, что ли, недели заседания. Я буду доклад делать на 30 минут. Ну, и, там, более крутые, чем я, само собой антропологи, тоже будут друг перед другом толкать всяческие речи. Так что, кафедра велика, крута. Ну, кроме, собственно, кафедры антропологии и другие события происходят. Ну, там, всякие конференции есть. А с популяризартовской стороны, допустим, мы, Антропогенос.ру, ну, и в моем лице в том числе, и там, Александр Соколов, и там, многие другие люди, организуем форум «Ученые против мифов» 11-й уже. Вот, тоже он будет совсем скоро, когда там, 19 октября. Так что, всех тоже приглашаю. Так что, наука движется и с научной стороны, и с такой исторической составляющей, и с популяризаторской. Так что, будущее у нас, надеюсь, все-таки есть. Ну, удачи вам. Сегодня в гостях у программы «Час Пик» был Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии Московского государственного университета имени Ломоносова и популяризатор научного мировоззрения. Субтитры создавал DimaTorzok